Здравствуйте! Всех зрителей БУК-ТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели» в студии Ирина Левчук. В ближайшие полчаса рассказ о событиях Бреста. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых моментах, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное – из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главная тема сегодняшней программы. Думаем о будущем уже сегодня. В Заречной части города на текущей неделе открыт новый медицинский комплекс. В него вошли взрослые, детская поликлиники, а также женская консультация. Проект долгожданный и очень современный. Писать свою историю самостоятельно. В городе над Бугом продолжаются встречи в трудовых коллективах в рамках обсуждения проекта новой конституции Беларуси. О самом добром, чистом и светлом благотворительные праздничные проекты продолжают проходить в областном центре. Самое заветное желание юных брестейцев выполняют неравнодушные взрослые. В эфире еженедельная программа «Итоги недели». Мы говорим о главных новостях Бреста, о том, что произошло за эти семь дней. Мы начинаем. И начать наш выпуск мы бы хотели со знаменательного события, которое бесспорно является ключевым в жизни областного центра Брещены. Речь об открытии нового медицинского комплекса, который заработал в Заречной части города. Строительство учреждения было обеспечено в рамках выполнения протокола поручений главы государства. Что важно отметить, построен центр был в достаточно сжатые сроки и сдан на год раньше. Сумма вложенных в строительство и оснащение средств более 51 миллиона рублей. В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости. Управляющий делами президента Республики Беларусь Валерий Иванов, руководство Министерства здравоохранения и представители местной вертикали власти. Как улучшится качество оказания плановой помощи населению и что привнесет в жизнь микрорайона медицинский центр. Об этом не только подробнее в первом материале выпуска. Торжественное открытие медицинского центра получилось событием масштабным. Прийти посмотреть на новое учреждение здравоохранения пришло большое количество гостей, среди которых немало местных жителей. История строительства этого крупномасштабного комплекса была одной из самых обсуждаемых. Быстро возведенный рядом район плюс существующие ранее территориальные участки были привязаны к городской поликлинике номер 3. Некоторой переполненность здесь ощущалась уже несколько лет, что стало основанием для возведения комплексного медицинского центра, который теперь включает в себя взрослую поликлинику на 500 посещений, детскую поликлинику на 600 посещений и женскую консультацию на 190 посещений в смену. Почетные гости мероприятия первыми смогли оценить масштаб проведенных работ и оснащения нового учреждения, выполненные, к слову, по последнему слову техники. Теперь минимум очередей, акцент сделан на индивидуальный подход и мобильность. Дегистратура рассчитана на три рабочих места. Четвертое рабочее место – это рабочее место администратора. Как вы заметили, нет амбулаторных карт. Амбулаторные карты спрятаны в специальном картохранилище для удобства работы медицинских регистраторов. Максимумы условия по безбарьерной среде, комплексное оснащение самыми актуальными передовыми технологиями, набранный штат, который постепенно будет пополняться молодыми кадрами. Все это составляющее успешного старта нового комплекса медицинских учреждений. Путеводитель для слабовидящих людей, электрические подъемники, пандусы, лифт. Такое вложение – достойное продолжение большой работы по развитию медицинского оснащения в стране. Программа развития здравоохранения страны – очень нужная программа, по реализации которой формируется мнение о состоянии экономики в государстве. Так как объекты эти достаточно серьезные, достаточно затратные. И вот на примере нынешнего объекта, который мы сегодня открыли, можно сделать вывод, что все возможные финансовые средства, которые могут быть направлены на выполнение этой программы, выделяются. И результат того – открытие вот таких медицинских центров, не только в городе Бресте, но и во всех областных центрах. Особый акцент в оснащении поликлиник был сделан на информатизацию. Ее активное внедрение в процесс медицинского документа оборота сегодня скорее необходимость, которой нас подводит время. Самое основное – это интегрирование всех информационных потоков, интегрирование всех данных о каждом пациенте в одном месте. Это очень важный компонент. Это прежде всего для того же пациента, для гражданина. Это сервисы, которые есть, но и самое основное – это улучшение качества оказания медицинской помощи. Ведь информатизация и та платформа, которую мы создаем, а сегодня вы видели лишь один из элементов – это просто информатизация одного из учреждений на хорошем действительно уровне. А вот связь всех учреждений в одно единое целое и система поддержки клинических решений, когда каждому будет доступ к самым лучшим практикам, как и немножко бюрократически, может быть, немножко заумно, но это действительно самая основная задача, которая стоит. Акцент на комфорт и доступность медицинских услуг. Теперь не нужно ехать с дополнительными обследованиями в другие учреждения. Все можно сделать на месте, что особенно важно для детского населения. У нас имеются два аппарата ультразвуковой диагностики высокого класса, также возможны проведения электроэнцефалографии для диагностики заболеваний головного мозга, для исследования, у нас есть система для проведения диалэргометрии, для диагностики и лечения заболеваний органов зрения, аппарат магнитотерапии, в целом на медицинский комплекс выделена 121 врачебная ставка и 233 ставки среднего медперсонала. Первый рабочий день у сотрудников учреждений начнется 17 января. Пока же они постепенно осваивают свои новые рабочие места и привыкают трудиться в новых условиях. Торжественное открытие медицинского центра в таком широком составе стало поводом для обсуждения еще одного проекта, который должен реализоваться в областном центре. Речь идет о расширении мощности областной клинической больницы. Инициатива уже находится в проработке. Дополнительно открываются три отделения. Это отделение интервенционной кардиохирургии, отделение инфарктное отделение и отделение нарушений ритма. Переводится кардиохирургия, переводится сосудистая хирургия. Таким образом, этот корпус практически будет предназначен для пациентов с кардиососудистой патологией. Плюс к этому, здесь будет размещено нейрохирургическое отделение, тем самым мы будем улучшать пребывание, потому что нейрохирургические пациенты одни самые сложные, одни требуют и условий пребывания совершенно других. Здесь будет размещено отделение хирургии и трансплантации, которое тоже требует особых условий. Проект актуальный и важный. Такое мнение высказал губернатор региона Юрий Шулейко. Поэтому приступить к его реализации планируют уже в ближайшее время. Данный объект объективно и целесообразно строит на территории нашей областной больницы. Там имеется вся инфраструктура, там имеются все вспомогательные отделения врачебного оказания помощи, там сегодня самый квалифицированный персонал, там есть все вспомогательные моменты от кухни, транспорта, коммуникаций транспортных, и это даст и позволит максимально быстро оказывать помощь. В этом году заложили в бюджет проектирование, и если все хорошо, в принципе, мы с следующего года начнем строительство данного объекта. Гостей мероприятия, кроме непосредственной демонстрации возможностей нового учреждения, ожидала еще одна важная приятная церемония. В торжественной обстановке здесь были награждены наиболее отличившиеся строители, проектировщики, все те, кто был вовлечен в эту работу, кто подарил городу новый важный социальный объект. Вы просто молодцы и как создатели, и как строители, и я думаю, что что-то нужно приходить только лишь за прививками, за какими-то такими консультативными вопросами, и радоваться тому, что у нас есть такое хорошее здание. Поэтому всем спасибо за то, что сказал Сергей Николаевич, что область средств строит, наряду с 8-м трестом, становится организацией, которая во многом определяет строительное лицо нашего города. Это, наверное, так на самом деле. Поэтому и в 8-м тресту, и область средств строит, и заказчику, и проектным организациям низкий подход от городских властей. В ближайшее время к новому медицинскому комплексу будет до конца доработана схема транспортного сообщения. Первых пациентов в учреждении примут уже в ближайший понедельник. Вы смотрите большие итоговые новости на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Уже в феврале на всенародное голосование будет вынесен проект изменений в Конституцию Республики Беларусь, над созданием которого в течение всего 2021 года велась сложная всесторонняя работа. Документ уже опубликованный. На данном этапе идет его активное обсуждение. В этот процесс по всей стране включились активисты, трудовые коллективы и молодежь. Встречи с представителями власти и депутатского корпуса, авторитетными политологами и общественными деятелями проходят и в Брестском регионе. Об этих дискуссиях мы рассказываем ежедневно в наших выпусках новостей. Краткое резьме по самым масштабным из них за прошедшую неделю подготовила Людмила Логодич. Чтобы быть успешной, любая политическая система должна отвечать требованиям и вызовам современности, потому на определенных этапах нуждается в перезагрузке. Сегодня этот вопрос один из ключевых, так как наша страна находится на пороге важного события – референдума. С этого и начал встречу с активом Брестской области председатель Брестского областсполкома Юрий Шулейко. Во всей республике проходит активное обсуждение проекта Конституции референдума, как сегодня граждане, в том числе мы, Брещина, воспринимаем данную политическую ситуацию, что, какие изменения сегодня в Конституции, которые затронут права граждан, какие мы получим гарантии и как мы сможем провести одно из главнейших мероприятий страны – это наш референдум. Ещё в марте прошлого года в нашей стране была создана комиссия, которой было поручено разработать предложения по изменению основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. Конституция для каждого гражданина, потому мнение каждой социальной группы должно быть услышано. На этом акцентировал внимание первый заместитель главы администрации президента Республики Беларусь Максим Рыженков. Если брать проект той Конституции, который вынесен сегодня на всенародное обсуждение, конечно, я думаю, что для разных словев нашего населения имеют интерес совершенно разные его структурные части. Естественно, наша нацеленность на социальное государство, социальные гарантии нашим гражданам – это та вещь, которая, наверное, больше всего интересует общество, которое, значит, завязано в этом процессе. Многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей, молодёжь наша, да, это тут же и система здравоохранения, система бесплатного образования, и, конечно, для них очень важно сохранение данных положений в Конституции. На сегодняшний день обсуждение поправок Конституции вошло в свою активную фазу, и разъяснение этих положений и идей, которые заложены в проект основного закона – одна из первоочередных целей, которую ставят перед собой многочисленные диалоговые площадки. Одна из них прошла с участием председателя постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светланы Любецкой. Вопросы, которые возникают у тех, кто ознакомился с проектом основного закона, они связаны с дальнейшим видением социального устройства жизни, с реформированием системы органов государственного управления в части перераспределения полномочий, о том, какие приоритеты заложены в проекте основного закона в отношении молодого поколения, в отношении тех, кто уже нуждается в социальной защите, либо это семьи с детьми, либо это пожилые люди, либо те лица, которые относятся к категории социально уязвимых граждан. Вообще, в целом, вопросы возникают самые разные, и это говорит о том, что внимательное прочтение тех предложений, которые сегодня поступили, оно заставляет задуматься очень многих представителей различных сфер и высказать свое отношение к тому, насколько эти предложения воспринимаемы. Возможно, что-то придется откорректировать и учесть с учетом предложений в реальных ситуациях. По мнению спикера, такие изменения, как повышение правовой защиты граждан, введение новых институтов, уполномоченных и индивидуальные конституционные жалобы, наиболее весомые из обозначенных в проекте. С другой стороны, она отметила усиление молодежной политики, акцент на интеллектуальное общество и развитие инноваций, поддержку социально уязвимых категорий граждан и вопросы государственного суверенитета. С первых дней появления проекта новой конституции в открытом доступе в городе Бресте активно началось обсуждение проекта конституции. Работа общественных приемных, работа с трудовыми коллективами, работа информационно-пропавлендийских групп, администрации районов города Бреста, депутатов, палаты представителей. Эта работа сейчас представлена в том числе и на сегодняшнем диалоге. Так как сегодняшний гость города Бреста – это председатель постоянной комиссии по законодательству, палаты представителей национального собрания, то, соответственно, и приглашены на встречу в основном люди, которые связаны с этой сферой деятельности. К этой сфере деятельности относятся и сотрудники Следственного комитета, которые стали участниками правового диалога с председателем Брестского городского совета депутатов Николаем Красовским и депутатом палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Мариной Васько. Мы должны идти в ногу со временем. И вот развитие нашего общества, оно как раз и предполагает внесение изменений для того, чтобы действующая конституция, она шла обратно же, повторюсь, в ногу с развитием общества. И мы еще должны обязательно одну деталь подчеркнуть, что те изменения, которые мы вносим в сегодняшнюю конституцию, это изменения не только для нынешнего поколения, которое живет в Беларуси, но это изменения для наших детей, для наших внуков. Продвинутая молодежь это понимает. Не собираются оставаться в стороне и активно участвуют в создании своего будущего. На встречу по обсуждению нового проекта конституции студенты пришли с вопросами и предложениями, предварительно ознакомившись с опубликованным документом. Поправки о патриотизме и развитии патриотизма среди молодежи очень правильные, и я согласен с ним. Я знаю, что будет целая отдельная глава, которая будет посвящена политике молодежи, и в целом молодежи как определенной общности нашего народа. И, наверное, это самое важное, что нас конкретно интересует, что нас напрямую касается. Сейчас очень высокая такая степень гражданской мобилизации, и люди приходят на встречу уже подготовленные, они прочитали конституцию. Есть те, допустим, положения или пункты, статьи, которые они хотят обсудить, предложить что-то свое, и это очень радует. Это не такая вот лекция, когда кто-то приехал из Минска и доносит свою позицию. Нет, мы хотим услышать самих людей. И вот, по крайней мере, на вчерашний день уже более 4 тысяч таких обращений поступило централизованно через систему учета предложений граждан. Мы видим, какие вопросы в первую очередь волнуют. Безусловно, граждан волнуют прежде всего новшества, которые планируются закрепить на законодательном уровне. Это и Всебелорусское народное собрание. Его полномочия, как оно будет формироваться, соотноситься с другими органами власти. Это идеологическая составляющая конституции. Сохранение ее социально ориентированного характера и ценностное изменение. Все, что касается брачно-семейного законодательства. Если студенты – это будущее страны, то нынешние взрослые люди, работники предприятий и организаций – это ее настоящее. Поэтому уже не впервые информационная группа встречается с сотрудниками предприятия «Берестейский пекарь». Сюда пришли и представители вертикали власти, и депутаты. Сейчас эти информационные группы проводятся по всей республике. В городе Бресте тоже, скажем так, ежедневно выезжают сотрудники «Берестейский пекарь», администрации, депутатский корпус, наши парламентарии. И доводят кратко трудовым коллективам информацию о изменениях, которые предлагаются для рассмотрения на референдуме, который пройдет в феврале месяц. Когда-то референдум будет еще раз озвучен и дополнительно. Поэтому мы сейчас тезисно, кратко, для общего понимания обозначим изменения, которые затронули текст сам Конституции и от основополагающих какие-то моменты. Цель сегодня и моя, и всех, кто будет участвовать в донесении информации до коллектива по изменениям Конституции, для того, чтобы люди, во-первых, высказались, я повторюсь, и, во-вторых, чтобы они пришли на референдум и именно приняли правильное решение, как нам дальше жить с действующей Конституцией, которой сегодня мы понимаем, что само время велит уже изменить ее, потому что жизнь течет, жизнь меняется и совершенствуется, или же принимать те изменения и дополнения, которые мы сегодня здесь рассматриваем. Людмила Логодич, Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ. К другим темам – профессия или призвание. Непростые жизненные времена не поддерживают и помогают решить многочисленные проблемы, зачастую становятся самыми близкими тем, у кого не на кого опереться в жизни. В январе в Беларуси отмечают профессиональный праздник социальные работники. Сфера их деятельности весьма непростая, ведь далеко не каждый человек способен заботиться о чужих людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Разделять их проблемы, сопереживать, помогать в решении бытовых вопросов. Однако такие открытые, искренние, добрые волшебники живут среди нас и честно выполняют свой профессиональный долг. На текущей неделе в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района состоялся большой праздник в честь этих особых людей. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. О том, что такое доброе отношение, заботливые руки, безграничное сердце, эти представители профессии знают не понаслышке. Речь о работниках социальной сферы. Они помогают и поддерживают пожилых граждан, наведываются к одиноким обладателям золотых лет, становятся друзьями для тех, кто имеет ограничения по здоровью. Для некоторых из своих подопечных эти люди просто незаменимы. Люди, которые работают в этой профессии, они приходят сюда все не случайно, потому что быть равнодушными здесь никак не получится. Приходится вкладывать всю душу, преодолевать физические силы свои и относиться к людям как к своим родным. Мы очень внимательно относимся к нашим сотрудникам. Мы стараемся в первую очередь направить их работу на психологический контакт с нашими подопечными. Наши подопечные отвечают нам взаимностью. Они помогают нам научить новых сотрудников работать. Они благодарят нас за нашу хорошую работу. Они принимают активное участие в жизни центра. А волонтеры, которые проводят кружковые занятия, посещают пожилых граждан на дому, оказывают неоценимую помощь не только нашему центру, а всему нашему Ленинскому району. В торжественной обстановке почетные награды, грамоты и благодарности получили самые активные творческие сотрудники центра. Коллектив Ленинского учреждения сегодня достаточно большой. Однако собраться вместе и пообщаться работникам удается не всегда. Дел у них очень много. Трудится в территориальном центре в своем большинстве представительница прекрасной половины. Их воспитанники с любовью называют феями. Сколько тепла, любви, заботы и ласки они дарят тем, кто лишен возможности полноценно жить в обществе. Несмотря на потраченные силы и старания, каждый сотрудник территориального центра Ленинского района искренне любит свою работу и верит, что она нужна людям. Я помогаю людям с инвалидностью стать немного счастливее, почувствовать себя нужным в нашем обществе, найти себя, какие-то новые увлечения открыть для себя, открыть таланты, которые, может быть, спали давно у них были, но они о них не знали. Сделать им их жизнь немножко разнообразнее и счастливее. В Бресской области в 20 территориальных центрах работают порядка полторы тысячи социальных работников, которые оказывают социальную помощь на дому всем гражданам, которые находятся сегодня в трудно-жизненной ситуации. И мы, конечно же, поздравляем всех наших коллег с тем, что в такой прекрасный день они отмечают свой профессиональный праздник и пускают своего крепкого здоровья, и все у них получается. С приветственными словами к лучшим социальным работникам обратились представители местной вертикали власти. По их мнению, эта профессия – это не просто выполнение долга, а что-то искреннее и настоящее. В этой профессии обладать профессиональными качествами, да, надо иметь большое сердце, надо иметь светлую душу, надо быть добрым человеком, надо быть отзывчивым, щедро делиться всем тем теплом своим окружающим людям. И тогда вы будете успешны, тогда вы будете любимы, тогда вы будете профессионалами с большой буквы. Мы всегда находим общий язык и взаимовыручку в любых сложных ситуациях. Мы поддерживаем и уже именно работников данных учреждений, которые обеспечивают защиту наших людей. Хотелось бы в этот день пожелать им крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия, всего самого-самого хорошего. Милосердием называется такая добродетель, благодаря которой любовь, питаемая нами к самим себе, переносится на других. Это высказывание как нельзя лучше отражает смысл жизни большого коллектива работников социальной службы. Безотказность, отзывчивость, сострадание – это те три кита, на которых стоит фундамент их деятельности. Эти же знаменитые принципы останутся основными постулатами непростого труда работников социальной службы и на будущие десятилетия. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 декабря 2021 года директор государственного учреждения «Мемориальный комплекс Брестская крепость герой Григорий Бысюк» награжден Орденом Дружбы. В то же время Александр Лукашенко присудил престижную премию Брестскому центру дополнительного образования детей и молодежи в лице Юлии Глебик. Одна из причин получения такой высокой награды – реализация многолетнего патриотического проекта пост памяти Брестской крепости. Юноармейцы города над Бугом практически ежедневно находятся у вечного огня Брестской крепости, где отдают дань памяти и уважения павшим героям, защищавшим нашу страну от коричневой чумы. Наши корреспонденты побывали на учебных площадках и познакомились с теми, кто знает, для чего нужна такая непростая, но такая важная миссия. Полвека назад, 25 сентября 1972 года, брестские школьники впервые заступили на почетный караул к вечному огню на площади церемониалов. С тех пор каждый день в любую погоду и в празднике Брещане и гости города могут увидеть символическую вахту памяти, которую несут юноармейцы. Четверть часа по стойке смирно, потом команда смены и уже новый состав караула заступает на пост. Большое патриотическое дело, начатое много лет назад, продолжает свою летопись. Важная миссия была высоко оценена. 11 января президент Беларуси вручил премию коллективу государственного учреждения «Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бреста» в лице директора Юлии Глебек. Конечно, мы очень рады получить эту награду. Нас переполняет гордость. И мы осознаем огромную ответственность, что мы и дальше должны работать с учреждениями образования города по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Учащиеся города Бреста, а их уже почти 100 тысяч жителей города Бреста, несли вахту памяти вечного огня Брестской крепости героев. И на пасту памяти, несли вахту памяти ребята не по принуждению, никогда несли по принуждению, а по доброй воле и по желанию они готовятся к несению вахты памяти. Они осознают свою ответственность за сохранение той памяти, тех имен, которые защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. В планах у коллектива «Центр дополнительного образования детей и молодежи» и дальше развивают международные миротворческие связи. На сегодняшний день учреждение уже активно сотрудничает со всеми городами-героями и многими городами воинской славы. Пост памяти Брестской области – отличный пример того, как надо помнить о той трагической странице нашей страны. А юные ребята, которые заступают в символический караул, несут память о подвиге дальше. Во-первых, я хочу сказать, что это оценка труда не только поста памяти, это общая награда всех юнормейцев всех лет, начиная с 1972 года, всех педагогов, которые занимались подбором и подготовкой отрядов, которые привлекаются к городской вахте, родителей, которые воспитали детей, ну и сотрудников поста памяти всех лет. А за что? Ну, я думаю, что это, во-первых, за сохранение памяти, потому что брестские школьники вот уже 50 лет изо дня в день, выходные и праздничные дни, и зимой, и летом несут вахту память, продолжая хранить традиции старших товарищей, охраняя покой погибших защитников Брестской крепости. Сохранение памяти – это одна из важнейших задач, поставленных нашему поколению, и недаром нас называют часовыми вечными у вечного огня. Мы стоим здесь в любых погодных условиях, и нашей целью является несение вахты памяти в честь погибших защитников Родины. Стоит также отметить, что указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным от 31 декабря 2021 года директор самого государственного учреждения «Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк награжден орденом дружбы, что говорит о том, что памятник истории всегда был и остается одним из значимых мемориалов, сохранивших в своих стенах всю боль Великой Отечественной войны не только белорусского народа, но и всех, кто тогда отстоял свободу больше 70 лет назад. Александр Богданович, Андрей Щерба, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Очередная неделя для Бреста была ознаменована приятными культурными событиями. Так, с 9 по 12 января в областном центре вновь звучала живая классическая музыка. Здесь прошел международный фестиваль «Январские музыкальные вечера». Несмотря на то, что открытие форума совпало с днем завершения фестиваля «Берестельские сани», желающих погрузиться в полифонию звуков настоящей музыки оказалось немало. Традиционно в афише «Январских музыкальных вечеров» имена артистов и коллективов известны далеко за пределами Беларуси. Уровень исполнительского мастерства достоин восхищения. Чем запомнился фестиваль его участникам и что дальше? Об этом наш следующий сюжет. «Январские музыкальные вечера» – бренд города над Бугом на протяжении десятилетий. Более 30 лет он объединяет на Брестской сцене ведущих музыкантов со всего мира. Так произошло и в этот раз. Было время, когда от концертов такого формата из-за пандемии пришлось отказаться. И вот вновь публика рада встрече с музыкой. «Январские вечера – это та традиция, которую мы должны поддерживать. Есть Белая Вежа, есть Январские вечера. Это все подчеркивает, что наш город любит театр, любит музыку, любит искусство. У нас есть ценители и всегда полные залы, когда проходят эти фестивали. Да, так получилось, что прошлый год, к сожалению, мы не смогли провести по вопросам пандемии. Сейчас ситуация немножко улучшилась и эти традиции мы поддерживаем. Поэтому перспективы январских вечеров однозначны. Они будут сейчас, будут в будущем. Мы будем всегда их поддерживать. Поэтому я думаю, что мы можем сегодня истинно сказать, что январским вечерам быть. И мы радостью говорим о том, что эта традиция продолжается. Прежде всего, это возможность для зрителя пообщаться, насладиться тем мастерством, творчеством артистов балета, артистов оперы, музыкантов-виртуозов, которые приезжают из различных стран мира. В этом году, насколько я знаю, это и Беларусь, это и Азербайджан, и Молдова, и Россия, и Китай, Турция. Ну, то есть фестиваль ежегодно обретает свои какие-то новые черты и приносит удовольствие людям. Торжественное открытие положило начало очередному форуму искусства. Со сцены прозвучало много теплых слов в адрес идейного вдохновителя фестиваля Лилии Батыревой. Именно благодаря ее стараниям вот уже много лет эта особая традиция соприкасаться с великим искусством в первые дни Нового года остается в числе главных. В свою очередь Лилия Григорьевна отметила, как важно оценить то, что имеешь. Время, пока фестиваль не проводился, было для нее таким долгим. Такой ситуации у нас никогда не было. Мы жили очень хорошо и считали, что это будет всегда. Всегда надо оценить то, что имеешь, потому что неизвестно, что придет впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Январские музыкальные вечера открылись голоконцертом звезд Большого театра Беларуси. Уникальный звук, живое исполнение, чистые голоса, пронзительные и знакомые многим классические произведения. Здесь зазвучали по-своему душевно и красиво. Не менее гармонично и ярко выглядел балет. Публика с замиранием сердца встречала каждое действие. На протяжении нескольких январских дней артисты радовали зрителей избранными произведениями классиков разных эпох. Сами исполнители признаются, что с удовольствием сюда спешат. Они знают, насколько тепла и радушна местная публика. И то, что в областном центре ценится качественное исполнение и хорошо подобранный репертуар, как вокальный, так и хореографический. Я всегда уверена, что искусство очень объединяет людей. И поэтому, вы знаете, иногда бывает, что даже не знаешь, кто сидит в зале. У меня так бывало, когда я, например, выступала, брала совершенно такой репертуар, ну, скажем там, восточную музыку. Потом ко мне подходили из Китая представители, еще кто-то и говорили, как приятно его услышать на своем языке. Поэтому я думаю, что если будут люди хоть с Италии, хоть с Англии, хоть с Америки, пожалуйста, с любой страны, они найдут для себя все в этом концерте. Потому что он разнообразный, это лучшие шедевры мировой оперы. Пусть каждый зритель вынесет из нашего сегодняшнего выступления какие-то светлые эмоции, чувства. Пусть он отвлечется от повседневности, пусть он немножко забудет про свои проблемы и посмотрит на красивых артистов, послушает красивую музыку и уйдет с хорошим настроением. Всего за годы проведения январских вечеров на Брестской сцене выступило более 7 тысяч музыкантов и исполнителей из более чем четырех десятков стран мира. Фестиваль стал не только важным культурным мероприятием для именитых артистов, но и успешной стартовой площадкой для молодых талантов. За четыре очередных январских вечера публика смогла услышать музыкантов, принадлежащих к разным исполнительским школам – Беларуси, России, Молдовы, Азербайджана, Болгарии, Китая и Турции. И хочется, чтобы эта плеяда становилась все больше и больше. А Брест вновь подтверждал свой статус одного из самых культурных городов Беларуси. Завершение зимних праздников совсем не повод для окончания многочисленных новогодних благотворительных мероприятий в рамках республиканских проектов «Наши дети» и «Чудеса на Рождество». Множество подарков еще ждут своих маленьких благодарных получателей. А самое главное – это то, что сокровенные детские мечты воплотятся в жизнь. Наш следующий материал выпуска посвящен двум замечательным благотворительным мероприятиям, которые были организованы областным комитетом Белорусского республиканского союза молодежи, а также администрация Московского района города совместно с Попечительским советом Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района. Пока на земле любовь наши мечты живут, пока льется тишина, птицы нижней поют. Какие правильные слова! Действительно, пока есть милосердие и любовь, ни одна многодетная семья, ни один ребенок, обделенный здоровьем и родительской заботой, не останется без внимания чутких и неравнодушных людей. А именно они собрали в уютном зале 15-й средней школы в этот день тех, кому необходима поддержка, чтобы устроить замечательный благотворительный праздник под говорящим названием «От сердца к сердцу». Мы сегодня в девятый раз проводим мероприятие в рамках акции «Наши дети». А сегодня под руководством, естественно, главы администрации Московского района города Бреста, включаясь территориального центра социально обслуживания и населения Московского района города Бреста, и при поддержке попечительского совета мы проводим именно это мероприятие, которое направлено для того, чтобы оказать поддержку и помощь нуждающимся в ней. Присутствуют руководители предприятий, члены попечительского совета, которые из года в год приезжают на данное мероприятие, и круг этих руководителей увеличивается. В целом, миссия, конечно, этой акции в преддверии Старого Нового года – подарить чуточку нашего тепла, любви тем людям, которые, в принципе, в этом нуждаются. А в этой помощи нуждаются дети, оставшиеся без попечения родителей, учащиеся в специальных вспомогательных коррекционных учреждениях и, конечно, многодетные семьи. Для 70 человек были подготовлены подарки, оказана финансовая помощь. И в этот день, и в целом, за период акций, самое активное участие в оказании поддержки, закупке оборудования, учебных пособий, мебели и всего необходимого приняли многочисленные предприятия и организации города. Есть семьи, которым надо помогать. Есть группы, где дети занимаются, учатся, и надо создавать им условия. Поэтому мы, как строители, наша главная задача и цель – помогать делать благотворительные дела по уюту для того, чтобы занимались эти дети. Ну и, соответственно, когда подходят праздники, мы с удовольствием ждем этот день, и мы еще ко всему перечисляем денежные средства для того, чтобы каким-то образом семьям помочь. Большое и благое дело, помощь многодетным деткам, инвалидам – это всегда, как говорится, только, наверное, в нашем государстве в большинстве случаев оказывается такая помощь, как нигде. Такой вот и праздник, и денежная какая-то помощь – это всегда она нужна. Нужна была поддержка и помощь 30 мальчикам и девочкам, которые борются с тяжелыми заболеваниями. А вот поверить в новогоднее чудо и исполнить их самое заветное желание помогли молодежь БРСМ, а также предприятия и организации города. Машинки, самокаты, колонки, специальные тренажеры, импровизированные Деды Морозы сделали так, чтобы праздничное настроение читалось на всех детских лицах. Роль волшебников примерили работники различных коллективов, предприятий и ведомств. Достаточно было просто открыть свои сердца и сделать шаг навстречу детским мечтам. Такие акции показывают, что наша молодежь, наши привычные организации любят доброту, любят помогать людям. И я уверен, что если такие добрые моменты будут продолжаться, в нашей стране все будет хорошо. Поэтому я хотел бы выразить огромное спасибо всем организациям, кто принял участие в этом акции. Деткам, конечно же, и родителям терпения, здоровья, чтобы этим особенным деткам всегда светило солнце, чтобы у них все получалось, чтобы их нежелания, которые они загадали, на новогоднюю ночь и вообще в жизни всегда забывались. На протяжении многих лет сотрудники и работники Управления Госкомитета судебных экспертиз в Брестской области и в Брестском межрайдном отделе Государственного комитета принимают участие в благотворительном проекте «Елка желаний». Здорово, что благодаря организаторам данной акции, областному комитету ГРСМ, тепло новогодних праздников сохраняется до самого старого Нового года. Когда боли дети, это всегда больно и страшно. Нам, взрослым, в такие моменты всегда хочется сделать все возможное, чтобы дети снова улыбались, не чувствовали боль. Мы, к сожалению, не волшебники, но в наших силах доставить радость и подарить положительные эмоции. Поддержать ребят, помочь им поверить в чудо и, самое главное, дать шанс почувствовать теплоту и сердец других людей. Таков посыл большого проекта «Елка желаний». И пусть этот вклад в важное благотворительное дело станет основой других, не менее важных инициатив. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А я, Ирина Левчук, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин